Кратко по теме инструктажа. На маршруте патрулирования соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения, быть вежливыми и тактичными в обращении с гражданами, соблюдать законность, при возникновении чрезвычайных ситуаций действовать грамотно и решительно, не забывая про меры личной безопасности. Так начинается каждая смена бойцов Национальной гвардии. Дежурство патрулирования улиц ведется с привлечением сил группы захвата. Сотрудники обеспечены бронежилетами, касками и огнестрельным оружием. Но для того, чтобы с гордостью носить звание полицейского, одного желания недостаточно. Гражданин должен быть до 35 лет, прошедший военную службу в вооруженных силах Российской Федерации. Соответствующий квалификационным требованиям, способным по своим физическим деловым качествам, физической подготовке к состоянию здоровья, выполнять служебные обязанности сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Люди в погонах с гордостью говорят, служба в рядах полиции становится престижной. Поэтому, кроме отличной физической подготовки, у кандидата на службу должна быть безупречная репутация и наличие полного пакета документов. При себе надо иметь паспорт, чтобы пройти к нам. В дальнейшем список документов предоставляется, а именно копия военного билета, копия запроса мы посылаем по судимости самого кандидата, либо родственников. Документы о том, что он является здоровым, подтверждающий его здоровье. В процессе проверочных мероприятий проходит психологическую проверку. Детектор же обязательно условием считается при приеме на службу в войсках Национальной гвардии. Сегодня в ведении службы около 300 объектов. С начала года выявлено более 400 административных нарушений. Раскрыто три преступления. Не допущено ни одной кражи. По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 2-38-67. Катерина Дементьева, Евгений Скляров, Михаил Суханов. Специально для новостей.